Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас вновь на моем канале. Сегодня, наконец-то, я буду переделывать свои ноготочки. Решила показать вам, потому что очень много запросов я вижу в комментариях. Хочу отметить, что я не являюсь профессионалом, я не мастер ногтевого сервиса. Я просто любитель, делаю это для себя, для мамы, для подруг. И, может быть, какие-то моменты я не соблюдаю, делаю неправильно. Но это все связано с тем, что у меня проблем с носкостью маникюра никогда не возникало. Поэтому я сегодня вам расскажу, какими средствами я пользуюсь, на чем стоит экономить, на чем нет, исходя из личного собственного опыта. Я думаю, что это видео будет для вас максимально полезным, так что смотрите его до конца. А вот так вот выглядят мои ноготочки. Как вы видите, сколов нету. Просто отросли ногти сами. И уже пора делать коррекцию. Я уже, наверное, дня три обещаю вам, что сяду делать, и все никак не получается. То посылка, спасибо огромное, реально очень приятно, то еще что-то. В общем, здесь был дизайн, который я удачно сгрызла. Здесь тоже небольшой был скол на дизайне, и я все это оторвала дело. Сейчас будем снимать покрытие. Я это буду делать с такой вот фрезой, с зеленой насечкой. По идее, нужно купить новую насадку. Как только откроются магазины, обязательно куплю. Что касается самого аппарата, я брала недешевый, но он мне служит уже, наверное, где-то 4 года. Здесь есть вот такая вот штука, можно регулировать скорость. Я видела такие же на Алиэкспресс, очень дешевые, без вот этой вот, просто такая вот насадка, и втыкается прямо в розетку. Не советую, я пробовала, у меня у жены двоюродного брата такая, очень неудобно. Вы целый час будете снимать покрытие, вот, поэтому не советую. Еще какие-то вибрации были в процессе снятия, поэтому лучше брать подороже, не пожалеете. И здесь у нас после мукбанка остался напиток, который я сейчас буду как пылесос, так скажем, вытягивать в себя. Приступим. Я сняла покрытие, на это у меня ушло 7 минут. Вот так вот у нас получилось и с левой руки, и с правой. Дальше, значит, я беру вот такую вот пилку 100 на 180 грит от OPI и придаю форму свободному краю. Также вот таким вот бафиком буду проходиться по отросшей части, ее тоже обязательно нужно сделать матовой. Это моя, кстати, была ошибка раньше, раньше я вот сюда ничего не наносила, поэтому здесь у меня гейлак и отходил, вот здесь вот. Обязательно проходите здесь бафиком, чтобы сделать поверхность матовой. Также у меня здесь вот такая вот штука, ей я буду резать, как резать, отстригать ногти, убирать длину, потому что слишком длинные ногти, это неудобно, поэтому как минимум половину я отстригу. Вот такая вот штука для пыли, кстати, отрумян от Benefit. Так, я ноготочки укоротила, придала форму свободному краю, отодвинула пушером кожицу, или, как сказать, кутику, наверное, правильнее. Пока что не срезаю, срезать буду в конце. Сейчас буду наносить базу. Как-то некрасиво держу ногти, вот так вот. Если вы собираетесь покупать лампу, то на этом экономить точно не стоит. Чем больше вот этих светодиодов, тем лучше, тем быстрее у вас будет все сохнуть, поэтому не советую экономить. У меня Sun 6S, подобные лампы продаются на Алиэкспресс. Я покупала не на Али, я покупала у нас в городе, потому что у нас цены даже дешевле получаются, чем заказывать на Алиэкспресс. Здесь три режима. Один это сенсор, вы засовываете в лампу руку, и он автоматически включается. 60 секунд и 30 секунд. Немножко грязное, надо бы вытереть. Вот сейчас вам покажу. Это не самая навороченная лампа, это середнячок. Я вам не советую брать совсем дешевые лампы. Опять же, на Алиэкспресс я видела лампы за 5 долларов, совсем такие малюсенькие. У меня была такая, она нифига не сохнет, вам надо полчаса просто вот так вот руку держать. Здесь это очень неудобно, поэтому советую на этом. Точно не экономить, вы один раз возьмете себе лампу, и ее вам хватит, не знаю, на 5-6 лет спокойно. Зачем мучиться? Лучше переплатить чуток и взять хорошую. Что касается гель-лаков, многие пишут, говорят о том, что самая главная база. У меня, честно, с любой базой маникюрчик держится идеально. Поэтому я беру самую дешевую, это Plus Sky. Вот, она жиденькая, и мне это очень нравится. Выравнивается сама, очень удобно, реально, просто бомба. Что касается топа от Коди, он мне совершенно не нравится, с ним очень трудно работать, он супер густой. Сейчас вы увидите, с ним реально очень сложно. У меня был топ от Plus Sky, мне он гораздо больше нравился и стоит где-то, наверное, в 3 раза дешевле, чем вот эта вот красота. Что касается праймера, я могу и без праймера, и у меня все офигенно держится. То есть у меня не бывает сколов и все замечательно. Праймер просто наношу типа для видео, так скажем. И цвет у нас будет вот такой вот. Вот насчет цвета я вам могу сказать так, что лучше брать подороже, хорошие цветные гель-лаки, потому что этот мне приходится, например, наносить в 3 слоя. А если взять хороший, то можно и в один слой справиться, просто на ура, это экономия ваше. Я вам и до этого показывала свои гель-лаки. Как вы видите, все они киды дешманские, вот эти с Алиэкспресс. И мой совет вам, как человеку, который уже один раз наступил на эти грабли, лучше покупать цветные покрытия хорошего качества. Потому что вот этот гель-лак мне нужно наносить в 4 слоя. Это очень долго, это очень нудно, тяжело, поэтому не экономим. Я вот пока что жду, чтобы это все закончилось, чтобы уже наконец-то пойти и купить себе нормальные гель-лаки. А этот хоть в 30 слоев наносишь, все равно ужасное покрытие. Он плешивит, ровно не наносится, поэтому не советую, ребят. Вот эти вот в баночках о ткани, они еще, ну так, да, плюс-минус где-то на четверку. А вот что касается вот таких вот гель-лаков, это вообще, пиши, пропало. Так, как вы видите, я срезала кутикулу, нанесла первый слой базы. Обычно я наношу два слоя базы, чтобы выровнять поверхность ногтя и блики, чтобы были одинаковые. Сейчас еще один слой базы и уже цветное покрытие. Цвет у нас будет вот такой вот. Нанесла, значит, уже два слоя. Вот так вот получилось. Теперь сверху все это заправляем топом. Еще остался этот ноготь вообще нетронутый. Просто с горем пополам как-то нанесла топ. Очень трудно распределяется. Он такой густой ужас, как сложно. Вот, это все заусенцы я буду срезать в конце. Так, вот, эти два ногтя еще осталось, а вот эти два уже готовы. Сюда я хочу дизайн и вот лазью среди своих наклеек, потому что рисовать я особо не умею. Я думаю, может, что-то такое, мне кажется, будет сочетаться вот эта наклейка на безымянный палец. Либо у меня есть вот такие вот слайдеры. Но мне кажется, они лучше смотрятся на белой подложке. А так как у меня фиолетовая, будет смотреться как-то не особо. Еще у меня, кстати, есть стразы. Может быть, буду делать что-то со стразами. Вот насчет, кстати, страз, девочки. На Алиэкспресс много раз заказывала стразы. И каждый раз они были просто ужасные. Это... Сейчас вам тоже покажу. Простите. Нет, я, видимо, их выбросила. В общем, на Алиэкспресс стразы, они ужасные. Они не блестят, как вот эти вот. Поэтому лучше переплатите, сходите в нормальный магазин и купите дорогие стразы. Они смотрятся офигенно. А вот что касается таких слайдеров, конечно же, можно с Алиэкспресс взять прям сет. Я убрала как раз-таки сетом. По-моему, 50 штук я брала за 2 доллара. Я вам оставлю ссылочку внизу. Кому надо, переходите, тоже заказывайте. Вот такие вот штуки. Все пыльное у меня. Раньше я вообще так неаккуратно, честно, делала себе гель-лак. Сейчас уже намного лучше. Слишком коротко получилось, я думаю. Но хорошо, зато долго буду ходить с этими ногтями. Слишком длинные тоже ни к чему. На мой взгляд, просто идеально. Идеально, отлично получилось. Возможно, мастера маникюра найдут кучу всяких недочетов. Но для меня это идеально. Сижу дома, никуда не еду, сама себе делаю ногти. Сейчас, кстати, я вам расскажу о том, что для начала нужно, если вы хотите начать делать себе ногти. Итак, теперь начнем стартовый набор для новичка. Вам, конечно же, понадобится лампа. На все при все вам понадобится 100 долларов. И вы уже можете начать сами себе дома делать гель-лак. Я не говорю про наращивание, я говорю просто про гель-лак. Если вы хотите сэкономить и не купить себе фрезу, а просто снимать покрытие, например, с фольгой, я вас уверяю, что это отвратительная идея, это неудобно, это портит ногти. Очень удобна именно фреза. Она вам прослужит просто 100 лет. В крайнем случае вы можете продать. У меня, например, Шелли подруга, она так сделала. Она сначала купила, а потом решила продать. И продала даже дороже, чем купила. Так что не парьтесь. Что касается щипчиков, я совсем забыла вам рассказать, что у меня от Starlex. Насколько я знаю, у нас в Баку это считается одни из самых хороших, самых дорогих. Я всегда думала, что вот на чем-на чем, а на щипчиках можно сэкономить. Это ошибка, ребята. Покупайте самые хорошие, самые дорогие щипчики. В противном случае маникюрчик у вас просто не получится. Просто не срезается, понимаете? Хотя я не профи особо, вот как вы видите. Но все равно покупайте как можно дороже, хорошие, качественные. Вот здесь экономить нельзя. Экономить можно вот на пилочках. Какая разница, опиа или обычная пилочка, не знаю, за 20 рублей. У нас обычные пилочки стоят по 20 рублей. Я не знаю, как у вас. Бафик. Можно без бафика, конечно. Можно просто взять одну сторону более помягче, другую пожестче. Одной стороной опиловать, например, вот эту вот часть ногтя. Я не профи. Я просто исхожу из собственного опыта. Я уверена, что в комментариях куча людей будут писать мне замечания. Ребят, я сразу же говорю, что я не профи. Я исхожу из своего опыта. Дальше вам обязательно понадобится база, топ, праймер и цвет. Хотя бы один для начала. И пушер. Но пушер, мне кажется, и без этого всего у всех дома есть. В общем, на все при все вам максимум 100 долларов хватит. Ну, по крайней мере, в Азербайджане уж точно. Например, вот эту лампу я покупала, не помню, вот точно не помню, но где-то около 30 долларов. Даже дешевле, не 30, 20 долларов. Может, еще меньше, не помню. Ну, короче, за копейки дешевле, чем даже Али у нас в магазинах продаются. Зачем, я подумала, заказывается Алиэкспресс. Вот, кстати, вторую руку вам совсем не показала. Такая вот красота получилась. Мне очень нравится. Я уверена, что прям месяц буду ходить. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте мне лайк, а я буду все это вытирать и класть по местам. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok